Тариф, который станет прозрачным. Нацкомиссия по регулированию энергетики коммунальных услуг разделила цену на газ и стоимость его доставки для потребителя. Что изменится в платежках и как это повлияет на украинцев, расскажут мои коллеги. Прозрачность, безопасность и конкуренция. Эти три слова сегодня то и дело звучат на заседании национального регулятора. И они главный аргумент для комиссии, чтобы разделить цену на газ и стоимость его транспортировки. Окременно используется газ и он может выбираться у разных поставщиков на конкурентные условия. И окременно не зависит от собственного предприятия Балгаза, а лишь вымогать в него качественные и надежные услуги. Эта система используется почти в всех странах Европы. Все это время украинские потребители получали общий счет за газ. С апреля в платежках появятся новые строчки. Собственно, цена голубого топлива как товара и отдельно стоимость услуги его транспортировки. При этом конечная сумма, которую заплатит потребитель, останется прежней. Моблгазы как получали 7-10% от общей цены на газ, так и продолжат получать. А все остальное потребители увидят, куда эти деньги направляются. Соответственно, для потребителя открывается полностью рынок. Теперь он может спокойно выбрать себе того поставщика газа, который он считает нужным. Людина тогда понимает, за что она платит, что входит в цену газа, что входит в транспортную работу как в нашего предприятия. Мы четко распишем для нее, покажем, что сюда входит утримание системы газопостачения, сюда входит заработная платная предприятия, которая действует утримание и модернизация, эксплуатация. Сюда входит и все другие выдатки. Общая сумма, которую сейчас потребитель платит поставщику газа, будет разбита на весь год. Зимой население будет платить меньше, а банплата станет ежемесячной. По словам руководителей облгазов, это позволит увеличить зарплату работникам отрасли и улучшить качество услуг для населения. После этого, как будет введена банплата, мы четко будем понимать для себя, что это будет каждый месяц, уходит одна одна часть денег. Мы не будем четко планировать свою работу. Сейчас мы будем иметь стабильную цену, которая будет в протяжении года, щемесячно поступать нам деньги, даст возможность нам выполнять инвест-программы и менять ремонты, проводить обладания. В то же время в НКР утверждают, теперь потребители смогут свободно выбирать поставщика газа, а конкуренция и вовсе приведет к снижению цены на газ. Ярослав Кричко, Алексей Шматов. Подробности. Телеканал Интер.